В цехах Городецкой судоремонтно-судостроительной корпорации кипит работа. В этом идет возведение земснаряда для Федерального агентства морского и речного транспорта. Это уже второе дно глупительное судно, которое возводится на предприятии за последние несколько лет. Первое уже браздит просторы Сибирской реки Лены. Новое будет курсировать в Камском бассейне внутренних вод. Заложено судно было в августе. Сейчас практически готов весь корпус. Идет стыковка носовых блоков с машинным отделением. Верхние ярусы возводятся на открытой площадке. Проект на самом деле интересный. В нашем опыте строительство подобных судов уже имеется. Делали мы похожее судно. Это уже проектанты, это уже заказчика, но это судно маленько видоизмененное. Есть какие-то новшества, но с трудностями мы справляемся. Специальное судно, которое необходимо для углубления фарватера рек. Ну то есть на судне, в носовой оконечности находится фрезерное устройство, которое по средствам привода рыхлит грунт, тем самым углубляя фарватер реки. И с помощью там приспособлений, либо пуль по проводу плавучу, либо отважных шалант, этот грунт, который изымается из реки, он выводится в места отвала. Вноуглубительные суда – новая производственная ниша ССК. Кроме этого, городецкие корабелы возводят еще пять железобетонных конструкций различного назначения для Министерства обороны. Среди них учебные судна для морской авиации с вертолетной площадкой и два плавучих причала для подводных лодок. Это сегодня. В планах еще несколько проектов. Организация участвует в программе Минпромторга по строительству и замену ремонтных доков. Это сейчас новая программа, которая вышла на уровне правительства, подписана о замене всех ремонтных доков, их ремонте, модернизации и так далее. Эта продукция была традиционной для нашего предприятия. И у нас очень большие надежды, что мы в существенной части этой программы сможем поучаствовать как в строительстве, так и в модернизации. Потому что именно наше предприятие, судоремонтно-судостроительная корпорация, оно специализировалось всегда. В настоящее время с Министерством обороны также прорабатываются вопросы о заключении контрактов на строительство причалов со сроком сдачи в 2023-2024 годах. Продолжит судоремонтно-судостроительная корпорация участвовать и в конкурсах на строительство дноглубительных судов. В целом, по словам руководителя ССК Дмитрия Савина, экономическая ситуация на предприятии стабильная, а накопленный опыт позволяет с уверенностью смотреть в будущее.